Всех приветствуем! В сегодняшнем видео коротко поговорим про актуальные события в Германии. В связи с негативными последствиями от вакцины от AstraZeneca, Германия наряду с другими европейскими странами также приостановила ее использование для вакцинации от COVID-19. Специалисты института имени Пауля Эрлихя рекомендовали временно не использовать подобную вакцину из-за сообщений о случаях заболеваемости тромбозом среди привитых. Также они призвали привитых незамедлительно обратиться к врачам, если по истечению более 4 дней они чувствуют себя неважно после прививки этим препаратом. Ранее в связи с сообщением о проблемах со свертываемостью крови, возникших у некоторых привитых, вакцинацию препаратом от AstraZeneca временно приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия, Исландия. Австрия, Эстония и Италия заблокировали применение одной конкретной партии вакцины. В свою очередь AstraZeneca заверила в отсутствии повышенного риска образования тромбов после применения их вакцины. Концерт сослался на результаты исследования данных более 17 миллионов жителей стран Евросоюза и Великобритании. В то же время представитель организации AstraZeneca Кристиан Линдмайер в интервью заявил, что в настоящий момент нет подтверждений прямой взаимосвязи с вакциной и негативными последствиями. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также поддерживал позицию AstraZeneca, аргументируя это тем, что не было клинически доказано подобных негативных последствий. Вакцина прошла определенные испытания, клинические исследования и была полностью допущена к использованию. Из-за критики подобной вакцины экспертами, а также главами других федеральных земель ее использование в Германии приостановили. Но, как говорит министр здравоохранения Йенс Шпан, количество людей, которые обратились к врачам с негативными последствиями в Германии, очень минимально. Официально зафиксировано только 7 человек, а привито AstraZeneca было 1,6 миллионов людей. Таким образом, он утверждал, что подобная вакцина абсолютно безопасна, ее можно было бы дальше использовать. Вероятнее всего, такое беспокойство и поддержка вакцины от AstraZeneca Йенс Шпан продиктована большим расходом государственных средств на ее закупку. В Германию было доставлено более 3 миллионов доз этой вакцины, а использована только половина. Таким образом, министр здравоохранения говорит о том, что сейчас, после приостановки ее использования, программа вакцинации будет идти намного медленней, так как вакцины очень не хватает, а те дозы, которые остались, использовать будет невозможно. Чтобы вакцинация шла более активно, сейчас ученые всего мира, включая Финляндию, США, Германию, исследуют вакцины от коронавируса, которые можно вводить в виде назальных спреев. Подобные назальные вакцины уже доступны, например, от гриппа, и они также одобрены для детей. Но, как говорят эксперты, конечно же, необходимо достаточно времени для того, чтобы провести клинические исследования, и эти спреи должны быть сначала одобрены, и только потом они будут доступны для широких масс. Подобная назальная вакцина сейчас в Финляндии проходит клинические испытания после того, как в экспериментах на животных была доказана его эффективность. А тем временем власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило Министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру тем, что обнаружено было большое число мошенничеств при этих финансовых выплатах. Ранее об этом также сообщало издание Business Insider. По их информации, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте Министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получали надлежащую финансовую помощь, поскольку эти деньги перенаправлялись на счета мошенников. Таким образом, по предварительным подсчетам, убытки немецкого государства составили миллионы евро. Между тем, Федеральное объединение бизнеса критикует действия властей из-за того, что они прекратили выплаты финансовой помощи бизнесу. По их мнению, из-за единичных случаев мошенничества нельзя подозревать весь средний бизнес и необходимо возобновить платежи. К такой критике также присоединилась и немецкая позиция. Недовольство среди немецкого населения от коронавирусных ограничений в последнее время очень увеличилось и только накаляется. Люди выходят на улицы, чтобы высказать свое мнение и несогласие с действиями правительства и теми ограничениями, которые на сегодняшний день действуют. Таким образом, 13 марта в субботу прошли многочисленные протесты во многих городах Германии. В частности, в Дюссельдорфе, Штутгарде, Берлине, Ганновере, Дрездене, Эрфурде, Мюнхене, Котбусе и Магдебурге. Также подобные протесты мы наблюдали в прошлое воскресенье в городе Ашафенбург, где автомобилисты на своих машинах колоннами проехали по центральным улицам, таким образом выражая свое несогласие против действий правительства и действующих ограничений. А на сегодня это были все основные события, которыми мы хотели с вами поделиться. Еще больше полезного и интересного вы также сможете найти в нашей группе в Facebook. Ссылка будет, как всегда, в инфобоксе. На этом мы всех благодарим за внимание, хотим вам пожелать всего самого наилучшего и до новых встреч!